Я смерть увидел только что своими глазами. Я ничего не могу вам пояснить умного. Человек, который тоже выжил со мной, находится в реанимации. Этот мужчина представился нам Игорем Петровичем. Говорит, находился на переднем пассажирском сиденье Toyota Corolla, которая около половины девятого утра 24 января опрокинулась в придорожную, наполненную водой канаву. Это случилось на 16-м километре автодороги Тверь-Бежицк в Калининском районе области. Мы ехали за машиной, обгоняли другую машину. Впереди машина уехала. Есть свидетели, все видели. Потому что человек, которого мы обгоняли, он остановился и вызывал ЧС. У него телефон там остался. Вы сами выбирались из машины? Да. Я последний. Вверх колесами опрокинулась. И я вылез уже, а тот был на верху, я не знаю, как он. Говорят, погибший тоже на заднем сиденье был. Я не знаю, как это получилось. За рулем иномарки, говорит Игорь, находился его начальник. Мужчина так и не смог выбраться из водного холодного плена. Ехали в шестую больницу. А, вы в город ехали? Да, директору на 9 часов там процедура назначена была. И мы опаздывали. Поэтому пошли на угол. Игорь рассказал, что по дороге из Кашина в Тверь захватили попутчика. Он сидел на заднем сиденье. С места ДТП случайного пассажира увез реанимобиль. Напомним, этим утром дорогу припорошило. Шел снег. До Кушалинского поворота был снег. Ехать, возможно, ехали 60 километров, а потом вырвались. И, конечно, зря пошли на огонь. Разговоры, но уже шел. Сразу после аварии к месту выдвинулись сотрудники полиции и МЧС. На месте работали водолазы аварийно-спасательного отряда области. По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии могла стать летняя резина на колесах Тойоты. Водитель не справился с управлением. Когда материал готовился к эфиру, в патрульную службу позвонили сотрудники ГИБДД и сказали, ваш собеседник вам солгал. Он был не на переднем пассажирском сидении, а находился за рулем машины. В ГАИ Игорь Петрович, если, конечно, так зовут человека, написал явку с повинной. 24 января к одному из домов в поселке Эмаус стянуты оперативные службы города. Пожарные стояли, и полиция стояла, и МЧС стояли, потом с собакой. В начале 9 утра здесь, под припаркованным у подъезда автомобилем, произошел хлопок, предположительно от петарды. В это время женщина, хозяйка иномарки, находилась рядом и чистила машину. Испуганная женщина позвонила в полицию. Место оцепили. Автомобиль осмотрели специалисты группы разминирования и кинолог с собакой. Следственной оперативной группой ОМВД России по Калининскому району установлено, что в результате происшествия незначительно поврежден бампер автомобиля. Хозяйка автомобиля не пострадала. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств происшествия и установление лиц, причастных к нему. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Хулиганство. Предмет, положенный под капот, отправлен на экспертизу. На вопрос, кому и зачем понадобилось пугать владелицу машины и жителей округи, ответит полиция. Эта машина постоянно она ставит сюда, да? Да. Так вообще тихо у вас? Тихо. Никогда не было ничего. Такой первый раз в жизни. Отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета в отношении руководства одного из обществ с ограниченной ответственностью области расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам, предоставленным Межрайонной налоговой инспекцией номер 10 и Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального УМВД. Дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость в особо крупном размере. По данным следствия, руководство одного из обществ с ограниченной ответственностью Тверской области уклонилось от уплаты налогов на добавленную стоимость путем внесения заведомо ложных сведений о якобы имевшихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами в период 2015 года по 2016 на сумму, превышающую 18 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В настоящее время следователям Следственного комитета допрашиваются участники уголовного судопроизводства, а также ведутся иные следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. На этой неделе первое заседание началось у суда присяжных в Пролетарском районном суде Твери. Суд факта назначен здесь впервые. Рассматривается дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. В составе присяжных шесть основных и четыре запасных заседателя. Более подробно о процессе мы расскажем после оглашения вердикта. Редактор субтитров А.Семкин